что друзьям приветствую всех любителей чего 4 европы конечно но сами снова корея и помнится мне мы в прошлой серии буквально в конце самом разобрались как не до конца разобрались но прям очень-очень конкретно вступили на японскую землю заимели себе вассала в виде уэсуги крайне удачно получилось прям крайне крайне удачно у меня так бывает редко я рад вот пока что мы про это направление временно забываем пусть нас перемирие до 505 года получается да реклама кейс for gamers это игровая площадка для геймеров на которой вы сможете купить игры не только для стима но и для всех остальных популярных платформ здесь можно не только покупать но и продавать регистрируйтесь буквально в пару кликов проходите верификацию для роли продавца она занимает всего лишь пять минут и вперед на сайте более 50 тысяч товаров именно вы решаете у кого стоит их покупать на сайте круглосуточно действует русскоязычная поддержка также куча видов оплаты в том числе из россии и беларуси из приятного мой именной промокод по которому вы получаете скидку в 10 процентов так что приходите по ссылке в описании и закупайте с дешевыми играми а что у нас вообще вокруг нас у нас вокруг нас мин я думаю для нас вообще ничем не является более гин это просто смех 0 мандата просто 0 у нас с вами перемирие да да перемирие ну на него тоже союз японии здравствуйте не страшно у нас как бы все еще есть претензии на мин я хотел посмотреть а могу ли я напасть на man за мандат конкретно не могу вы прикиньте а нет указ у сабели на мандат и подождите может быть он появится когда закончится перемирие вот это вот может быть мне кажется такое ей такой есть шанс пока что не будем торопиться просто может помнить может не помните прошлую войну я закончил совсем маленькими территориальными значит приобретениями три провинции только потому что я подумал что напал не за то что надо наши за что надо бы нападать вот только поэтому вот надеюсь я не ошибался здесь не ошибался эти пекин как-то мы переименовали на свой лад бук гуэонг чего-кого не важно ну да ну да корея что вопросы вот пока что самое такое страшное я вижу севера айраты севера айраты взяли да и за вас а ну не завасалили а взяли под дань себе всех вот этих вот молодых людей правильно понимаю а пу-пу-пу-пу ну да ну 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 как харчины все еще мину что-то там платят но это просто смешно понимаете да вот атаксиба на найцы и наши союзники нивхи вы же наши союзники правильно понимаю да вот под данью а рочи от а рочи не не почини данью мы их можем в дань себе взять прикиньте свои данники будут а что вопросы ну да блин было прикольно если у нас не было претензий на все эти территории так как претензии у нас есть надо надо работать на в эту сторону ну и плюс харчины был было бы неплохо себе забрать фул их территории да просто будем расширяться везде и всюду вот тут торговый центр гирин с гирина мы переводим торговлю в нашу родную японию гирин то есть нам не чужда территория это нам нужно вот а пока что немножечко посидим почилим переварим провинции новенькие да вот под копием рекрутов да и все собственно так все нормально у нас принципе кста мы можем накинуться на каких-нибудь а рочи прям сейчас они слабенькие да у нас нету рекрутов я тут набираю армию типы но не то чтобы мы прям крайне себя уверенно чувствуем но в целом уверенно конечно наша армия просто ну разительно мощней и армии арочи просто разительный даже по военным техам но это смешно блин подожди их военный тех вот он 5 ну ни о чем за них сиба вступится ну просто смешно просто смешно я думаю даже вот эту армию из японии не будем отзывать а просто вот эту передвинем да и все ну что в целом то мы готовы к войне с арочами за них и все еще никто не вступается прекрасно сиба я думаю мы не будем так призывать что зачем нам лишний айрата мы так как сможем спокойненько забрать коалиция ну смех просто смешно просто смешно так что ну в целом они тенгрианской веры и да айраты могут вступиться в коалиции по что они тоже там как-то вроде агрессивка же по вере еще очень сильно распространяется вот я о том же так что в целом можно наверное разделить их на две армии тут поставил тренироваться ни к чему я думаю наши невероятные полки очень впечатлят местные маньчжурские племена вы же племена ну ханство неважно погнали да ну ну да погнали даже выполнили какое-то задание на корейские торговые порты точно точно производство какой-то провинции столицы нет нет ну и неважно повысится на 2 и торговые порты оторговление 30 в японии на до 14 года это солидно просто как у нас торговля 1482 чекс а еще вот это есть все почему все потому что в южно-корейском море влияние кореи больше 50 блин еще на 20 лет бонусов и минус стоимости тип технологий кстати по deep тех а мы отстали так немножечко поэтому это нам очень полезная вещь это мы берем и так торговля до 17 14 до 17 монет а вот так вот просто а вот и все пожалуйста о окажется мы гармонизировались уже с да с язычеством как оказалось язычество я и чуть задавался вопрос в какую нас язычество тигрянство считается язычеством у нас здесь поэтому мы теперь имеем на всю страну минус над беспорядки минус один вот и самое главное нам случайно не сменить религию ни в какой провинции иначе это будет удалено я вообще слабо представляю как это может произойти какого-то по какому-нибудь событию может не знаю ну в общем все скромная война закончена я же могу всю сибу себе забрать всю прям всю хочу всю не могу прикиньте а я ей что делать как-то оградить могу могу не знаю если в этом особый смысл в принципе всем плевать на наше расширение я счастлив по этому поводу ну как не плевать но этот ряд стран которому которого как-то это касается очень-очень скромный поэтому так делаю и орочи тут при три провинции всего лишь скромные тебя тоже вполне себе забираю об 30 красиво красиво они здесь крепостей кстати понаставили я тут заметил как бы на это отреагировать поломать их не поломать горы в принципе эту можно оставить это рощи это можно принципе сломать я думаю почему нет и вот-вот у нас перемирие с мином закончится ой а вы видите что с мином он сейчас распадется он распадется и будет его неудобно завоевывать они будут нами недовольные они ну суетить будут неприятно вот так я скажу вот так я выражусь потому что они распадутся на мелкие части начнутся коалиции китайские вообще максимально неприятная вещь нам такое не надо такое деду не надо поэтому давай-ка накинемся на китайща в скором времени если получится с территориями опять же денег си его можно натрясти мама родная вот вот это нормально там можно было бы сделать а потом при остром желании зайти повоевать у них же харчина остались в данниках сначала повоевать с ними замириться а потом еще раз по вы а подожди нет уже уже не в данниках что ли да уже не в данниках можно было бы удобно сделать ладно ладно через харчинов мы на мин не сможем напасть еще и айрат и минус объявили войну прикольно что не в теории могут забрать ну тут две провинции у них да не вообще все что угодно могут забрать до воевать айратом за территории китая вместо самого китая будет крайне неприятно вот и все началось ву юэ да вот это будет крайне неприятная вещь вам хочу сказать так все перемирие с мином готова да за мандат можем можем за мандат вот это нам надо вот это нам надо прямо сейчас на пойдем тогда ждать нам нечего особо и так у нас тут пока что ну просто простейшая прогулочка по китаю идет так а у нас реформа приятная надеюсь приятная ну смотрите грим гармонизация дает лояльность плюс 100 плюс 100 ну 50 админ очков нам полагается еще к этому но скорость это гармонизации плюс 10 лимит управления плюс 5 лимит управления нам ну всегда он уже когда идут завоевания правильно лояльность и влияние еще влияние всех тут у нас с влиянием ну как вы видите она до 100 до 100 прыгнет подождите это прям действительно на них еще в ли ну да видимо на них еще влияние будет прыгать хотя они не священники модификатор создан совет до 504 до 504 что же такое блин как кошмар но из такого приятного еще есть и вот что храмы и соборы дают налоги и плюс 33 и минус 2 беспорядка вот неплохая вещь да цена админсоветника минус 10 вот ну хорошо же прям хорошо но это хочется взять очень сильно твои возьмем просто к чему это может привести мне даже интересует к чему позже а на них не дали все-таки влияние почему там все это прыгало и представляю надо ученым этим янбаном дал дало не туда вопросов нет никаких все нормально и так вообще а как по стоимости вообще забрать провинции что на а я уже вижу что и очень дешевые забрать провинции нам можно с легкостью а можем и вообще очень много провинции забрать не только на что у нас есть претензии да вот прям очень по богатому хочу забрать всякого то я в принципе могу себе такое позволить в теории том числе и нанкин нанкин и тут в развитиях 32 и почтение 32 пару великих проектов вполне себе и мне кажется после этого мы сможем китаизировать нашу культуру запросто ну да мне кажется это возможно будет про всех расширения будет невероятно и не тогда всех расширения хочу поберечь себя а с другой стороны будет ли у нас другая такая возможность на нет наверно подожди мы вот так вот вообще можем сделать по провинциям это ну да это нормально по провинции в принципе окей тогда будем копить на денежные преференции дополнительные до чтобы хотела смотрите сколько сверх расширения я смогу это пережить я смогу это пережить но это будет очень долго и очень неприятно нужно копить админочки просто яростно копить их вот иначе ничего невозможно узнать и чё я боюсь сейчас айрат заключит мир с мином и мин по факту станет меньше у него будет меньше развития и он сможет нам меньше денег отдать вот это меня пугает сейчас данной ситуации как-то во время мир заключить но судя по всему судя по всему на 35 процентах войны военного счета бот не любит заключать мир он любит посидеть подольше в принципе он правильно делает но все равно есть такая опасность и так мин все все с тебя я но по сути больше ничего не смогу забрать огромные территории мы получается не все претензии наши отстоянные получается да а что это за придет такая шанси просто отдельно какая-то претензия на денежка шанси подожди наверное ее руками делал да это временная претензия до до 509 подожди а вот эти да а вот эти вот бесконечные претензии да все-таки датон к нам это чтобы сильно нужен не страшно потерять его не странно как потерять не получить вот так вот вот а так в целом южный хэбэй шаньдун северный цен су и южный почти полностью правильно понимаю а ну вот еще северный анхой все блин вот это нормально все до свидания мин очень хорошо с вами было иметь дело очень приятно куча денег ты нам отдал ну конечно больше но получилось именно так поэтому пожалуй что и все 159 процентов всех расширения подожди может нам стоит побольше подкопить админки не торопиться присоединить вот это пожалуйста присоединили нос и так восстание есть они еще больше появится вы понимаете да их ну ладно нет сил нет сил ждать давайте мириться давайте тут до сотки даже добили а давайте а давайте а пожалуйста чикс третать и вот это я понимаю легендарная победа за небесный мандат вот это да тут одна крепость в танкине который тоже переименовалась как-то на наш лад что нам дали фарфоровая кто на вот блин белая на белом не вижу что написано а пагода вот это да так местные вот так посмотрим минус беспорядки в этой области прекрасная вещь внедрение института стоимость и распространение институтов плюс неплохая вещь в целом это провинции производства торговая ценность глобальный модификаторы на нас не работают цена цена развития в области и опустошение минус такое себе прям такое себе это все я планировал в торговые провинции все запихнуть правильно правильно почему нет вот поэтому я пожалуй так и сделаю прям сейчас пожалуйста о здравствуйте как вы тут появились здравствуйте нормально дунин могут стать нашим вассалом с этим уж мирно его присоединить раз он хочет стать нашим вассалом нормально же тема а давай а почему нет и сразу сразу айрат моментально мир тоже заключила с мином ай ну все хорошим мину еще предстоит развалиться что тут происходит на него вьетнам напала представляете за торговую войну прям на не они подожди на кого-то данника видимо да на ю и ну мину удачи тут 6000 у него без рекрутов с невероятными дебафами нам кстати тоже удачи все это перекрестить мы получили контроль над желтым морем торговое влияние торговое влияние претензии куча куча при ты ух это надо это надо это какие мы претензии ой ну массовые претензии причем на те провинции которые мы уже получили видимо что-то что-то получили но не страшно принципе ой корея мощно как никогда вы посыпали убудись просто на это итак нам нужно нового соперника только япония подходит япония привет привет уме на уме на был союзник в виде японии кстати в войне а почему не вступился япония не вступилась войну точно помню почему вроде должна была неважно нам-то лучше правильно у исуги хочет стать ташимаркой нету исуги не другой раз как-нибудь и так хватит ли нам очков для национализации всего конечно нет конечно не хватило ну что сказать что сказать не ничего страшного вот собственно все и так так как у нас тут все провинция наша супер тайвань все дела колонист у нас освободился колониста я хотел да на филиппины все это вообще планировал ради филиппин филиппины нам нужны филиппины нам важны при остров желании можно все куча данников здесь наделать но нет я изначально планировал все это как торговую компанию себе сделать что-то мне сдается мне не будет хватать никакого лимита управления никакого не будет хватать с этими расширениями в китае возможно нас ожидается таки куча данников на филиппинах и не знаю кстати молодые люди а мы топ-1 мира успели я не представляю вот это у нас все крайне удачно происходит вы полюбуйтесь прям крайне удачно самый новый институт у нас есть даже даже у москвы нет но москва ты ладно но нам еще гордиться посмотрите как-то я прям крайне успешен так я закрываю торговые идеи до конца прекрасно я доволен этим и так в нашей сегодняшней действительности мы получаем с торговли 19 монет ну считать 20 до даже наверное больше сверх расширения нам мешает понять сколько на самом деле вот так что то вроде и не зря мы взяли торговые идеи по моему хорошо получилось и так все дунин полностью готов стать нашим вассалом прекрасно ну пришлось подарочек там ему отправить ничего страшно 50 монет скромность чикс плюс один вассал отлично у нас немножко не лояльный я думаю это не страшно а уже лояльный просто месяцок прошел вот полюбуйтесь о чем я говорил вот вот об этом я говорил когда имел ввиду сверх расширения на лютое вот это я имел ввиду ну боремся боремся с последствиями все нормально я был к этому готов минус стаба минус рекруты минус общественно в целом стабильность стране или просто пытаюсь как-то неловко себя убедить в этом то что был готов но это страшные последствия еще и бедствие это что надо по моему у эротов какая-то беда происходит вам так не кажется две войны какие-то неудачные полстраны оккупирована вот пожалуйста мины в общем-то возмездие какое-то произошло надеюсь на нас но хотя куча восстаний это тоже можно считать за возмездие но не думаю что из-за этого мин как-то чудесным образом соберется не в свои там проблемки с вьетнамом он кстати готов с нами союз заключить и посмотрите блин хотим не хотим я даже не знаю а против кого против кого юэ то я не знаю так как будто и не нужно кстати ву согласен стать нашим данником у подожди мне не же претензии на вода претензии на ву пупу пупу хочу ли я и но в целом целом я бы сначала с айрата мог повоевать и просто просто пособирать всякую выгоду с ву правильно правильно давай-ка может быть ну это сделаем вот можно всякие очки от них требуют вообще прекрасно что я хочу они раз в год нам да будут передавать по моему да раз год что я хочу я хочу админку вот админка нас вот сейчас там админка очень сильно нужна ву под напрягись так бы он 36 дукатов платил дукаты нас не то чтобы сильная проблема вот вот это нам надо в принципе нифки могут старые добрые стать нашим вассалом в теории хотя 13 желание это поди набери еще очень серьезная вещь а не данники да айрат хотя это не мешает им действительно не мешает мы можем синтаизм к себе присоединить ну как как гармонизировать да что это нам даст мощь пехоты плюс 10 вот это вот какие приятные бонусы везде вы посмотрите а надо конечно надо чикс прям сейчас я ну да все всех расширения мы с вами пережили осталось вот это дам нужны нам рекруты и нужны нам уровень бедствия кошмар да не все силе и силе и хотят стать нашим вассалом реально это можем сделать мне кажется это из-за того что у нас сверх расширения спадает до происходит она спадает и у нас как бы выправляется где ты находишься господи вот дипрепа ну все и плюс у нас повышается доходы у них тоже сильно влияет это экономическая сила то сотрите с минуты на минуту свесится на месяц ты еще один вассал у нас будет получать у нас будет три дипсвязи и все три это будет наших тихи три вассала хорошо перемирия с вот-вот с японии закончится да можно накидываться снова на них забирать провинции себе и отдавать нашему вассалу тоже потом присоединять его вот да все реально все как по маслу идет ну правда вот расприл всякие внутренние вот это супер неприятная вещица и вот казалось платить нам дань нет ну такое могло произойти конечно до вопросов нет вот всякая тон да тоже к 100 а давай ты тоже нам дань будешь платить почему нет а ну-ка вот админ очко пожалуйста высылай мы все-таки топ один страна в мире или топ-1 топ-1 ой нам институт нужно прокачивать кстати у нас она появилась является само по себе реально колония ну в принципе мы же колонизируем правильно чем не появится колониализма у нас самому по себе так что он нужно для этого сделать торговый пот можно качнуть по-моему да он дай да он дает бонус на институты но день уже бы нам подкопить а мы можем себе такое позволить у нас там доходики прям приятный 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 мин больше не великая держава давно пора в целом я думаю у них и готовы полностью потому что 60 на 60 у крестик конечно дай но нам еще нужно 190 отношений и к этому времени я думаю все будет нормально они уже точно согласятся а вот они уже уже согласны просто нужно 190 отношений и все и все итак родники все наш первый союзник как приятно что мы с ними не повоевали не в конце но в любом случае на же территории их нужны будут куда в любом случае мы в итоге с ними не повоевали не не как-то он с нами сорва союз не разорвал так вероломно а просто спокойно добренько стал нашим вассалом так приятно знаете вероятно так как скоро мы сможем у исуги начать присоединять это мы уже можем мы уже можем только бы до побольше бы территории зеленых от японии откусить а мы сейчас этим и займемся и все получается мне что-то мне сдается и не смогу распри внутренние всякие перебороть правда как будто бы не смогу принять обеспокоит на самом деле рекруты да и я подожди вот перебороли подожди просто нужно было стабу поднять так теперь крестьянская война так тихо рекурды 50 процентов я каждый приезжать процентов поручаются нам смогу ли успею ли я как будто бы образе каждый месяц на плюс столь изменяется правильно понимаю правильно значит все развитие остановилась прекрасно все тогда нормально тогда с ей война с японии не отменяется что-то думал что все беда а нет итак япония мы готовы у вас разумеется никаких союзников нету ничего пожалуй что начнем подожди что у нас пока а вот так вот делаем и уже все до начинаем флот наш будет работать то как не в себя как обычно у нас принято и пожалуй что и все погнали знаете очень быстро вайпнули всю их армию и да и все нам больше ничего не остается как просто взять и победить просто любо дорого посмотреть вот видите что бывает что бывает когда нету рядом с нами османа был в осман не тогда бы точно бы так не выглядело наше развитие гарантия просто и так пожалуй что все мы полностью аннигилировали и по аннигилировали же или нам не хват нам не хватает а вот она в чем дело да что так я буду отдавать что просто через захват провинции ничего не меняется собственно да только трата дип очков меньше понятно ну блин может давай хоть вот так вот просто доступа сухопутный будет до нашего вассала удобно удобно вот вот примерно такой мир у нас будет нет японии еще чуть-чуть поживет судя по всему чуть-чуть чуть-чуть она еще поживет порадует нас своим присутствием от уисуги поздравляю с территориальными приобретениями кстати а крестьянская война может сейчас начаться может потому что сверх расширение больше 25 удачная удачна были надо было может подождать все таки да кажется кажется надо было хотя а рекруты сейчас поднимутся не поднимутся было бы приятно и окажись все проблемы с неоконфуцианством закончились судя по всему вот это вот закончится и что мы уже выбрать и так можно поддержать неоконфуцианство терпение скритикам плюс ну и судя по всему ну да гарнизация веры на это все уклон есть это мы если поддержим а если запретим то у нас в беспорядке плюс 1, и фиктивность миссионеров половинка, и легитимность плюс 1. Подожди. А зачем нам фиктивность миссионеров, если модификатор будет удален в случае смены религии в провинции? Это, я понимаю, в любой, да? Хороший вопрос. Хороший. Давай, конечно, поддержим. Хотя, терпимость керетикам нам дали религиозное единство. Подожди. Терпимость керетикам положительная у нас теперь. Оу. А если у нас положительная терпимость керетикам, то у нас это не дает дебаф на религиозное единство? Кто бы мог подумать, что это именно так работает подожди если куча терпимости к язычникам сейчас сделаю то можно просто одну забить на религию полностью навсегда до восстание не будет но добавим будем получать правильно же да около хотя досмотрите нет дебафов нету хоть он синтеза что вы понимали у нас не гармонизирован пока что еще пока что в процессе но дебафов нам не дают то есть вот видим чужую культуру чужая культура дает вот ряд дебафов это понятно а религия нет прекрасно не мы это одобряют хорошо конечно все и бедствие пропало прекрасно того что делает отсутствие османа животворящее знаете можно что угодно вообще скидывать на это я согласен давайте все скидывать на отсутствие османа чтобы у нас не получалось так в столице я качнул торговый порт до 3 уровня поставил эдикт на распространение институтов и в целом он у нас сам по себе появится в семнадцатом году как будто бы нормально ничего прокачивать я не буду ту стоимость такая скажем невероятная да просто умопомрачительная в это время что можно в этой экспансионной идеи я бы закрыл обязательно вот это надо деду вот это деду надо что еще деду надо немножко с армии разобраться почему бы и нет с деньгами у деда все в порядке да все в порядке советники в наличии тут пару советников они у нас бафами на стоимость то есть 50 процентов от стоимости что вы как это смотрится а да вот видно 50 процентов здесь и здесь этот но не повезло у нас советником на военку и неважно я бы накинулся на вот этих молодых людей а подожди у исуги давай присоединим тебя вот 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 это надо до 88 года это будет длиться ой-ой-ой-ой ну да вассал огромный стоимость огромная ах ну давай ну давай для быстрого присоединения нам нужно дипрепа я это точно помню фокусная экспансия минус дипрепа совсем недавно взял когда она в двадцать пятом прекратится ну в общем да просто забить можно уже на это полностью итак следующий наш поход найти я положил глаз все-таки на то чтобы добить и на найт с харчинами конечно айраты вступятся почему я о них ну понятно почему я их вместе говорю потому что это наша цель а суд по заданию всякие претензии к тому же они еще в союзе между собой и на найт с и харчины ну и за них обоих вступается айрат потому что у них это данники ну да кстати мы с меня с ними можем в союз заключить ну пойти нормально нормально отношения их державе к нам беспокойной то есть они нас боятся правильно делают правильно хочу сказать наша армия в два раза больше их да даже не в два раза еще на фигачу армии нормально будет какой наш шаблон 15 10 1 до сейчас а что нас пушками пушки вообще могут что-то на данном этапе нет особо кони себя оправдывают и так плюс еще одна колония это зачем это затем чтобы его вот вот его себе вы принудите к дании и вот его магинда нау получается этим агинда нау получается а вот еще вот тут мусульмане есть да но в основном здесь индуисты получается на филиппинах туда получается влияние индии интересно если я сделаю здесь колонию получается я буду граничить с брунеем великий ужасный брунея смогу ли я его сделать данником мне кажется а он имеет вассалов нет нет не смогу ну своевольный своенравный брунееве с великим ужасным флотом ладно и мне все наверное шарит не будем о нем не будем о старике брунея и так 3 армия просто полноценнейшая у нас ровно в лимит армии помещается рекрута есть айрат ну все три у тебя трясутся коленочки наверняка ты боишься ты тут страшишься нас а а мы идем на твоих данников а ты не сможешь отказать им в помощи не сможешь тебе значит конец конец за тебя юэ вступает чего а почему так уступается подожди все вот так не вступается юэ забываем про него так вот вот так вот мы накидываемся и спокойно вообще с чистой душой всех разносим ивхи у тебя я вижу претензии зеленые нет обычный у нас тоже обычно есть неважно это не важно с этим мы можем всякие институты же продавать до варени санс до хотим продать пожалуйста к дичу по институтам у нас да все в порядке все по-старому в уисуги мы уже вкладываем по 2 очка это просто на световые годы нас ускоряет с 88 года до 49 но сейчас мы воюем здесь все это пропадет снова ничего страшного все будет по старинке по-моему мы уже в нашем состоянии можем никого никогда не бояться вот чё-то мне такая идея какая-то в голову ударила я думаю я прав мега армия мега флот как кто нам может противостоять ты никто и так все мы в целом готовы на кого напасть первым делом верно на хотя на найтся наверное лучшего тут и я всякие все территории имею претензии у харчина на одну а хочу ли его полностью забрать за одну войну я теряюсь не да все-таки на на найтся до харчина как своющую сторону айрата не трогаем просто выведем скромно из войны кстати он про и я я помню его границы они были не такие он проигрывать чагатаю она мы подавно проиграет правильно правильно погнали погнали и так вот к чему я да вот если я напал на харчина я бы уже становится бы заключил мир полностью нам а так да не знаю блин в целом я могу всего харчина забрать дам и ну наплевать на агрессивочку как я это люблю делать и 52 сих решения стоит да весь он в принципе внутри гирина располагается и тогда я хочу это сделать дам тогда я определенно хочу это о могу могу full харчина в себе забрать прекрасно начнем потихонечку тогда национализировать в таком случае принципе если так подумать у меня же куча претензий к айрату вы же ну не знаю помните не помните я вот забыл и помнил вот пожалуйста куча претензий к нему масса полезных воин да правда он сейчас такую суету неприятную мне наводит как бы мне вернут эту армию быстрее освободить да вот парочку провинциями в принципе хватит чтобы просто вывести его из войны у него 32000 все такие не то чтобы это нам как-то угрожало но неприятность да но теперь ты на найт ты сейчас конечно не согласишься полностью ну да за быть завоеванным ну сейчас мы с этим разберемся быстренько эпоха реформации сюда да в золотой век мы с вами все-таки не вступили там хотя могли и неоднократно но думаю тоже сможем это сделать гуманизм вера обратить это нет автономии нет обратить чужую державу свою веру айф то дожди тогда возможно мы не сможем вступить золотой век в эпохи реформации это мне сдается что да не сможем в принципе все вот они на найт и вот они а вот так уже и нету прекрасно супер и так с маньчжурии нам по-моему только а нет маньчжурии еще айратов себя включает будет а может я зря вот это захватывал надо было пустые степи здесь добить надо было наверное да очень надо было бы тогда бы мы могли очень удачно закрыть задание хотя вот это до сих пор не произошло да а какой-то момент я ошибся ты неважно подожди а что за задание у нас на маньчжурии вот конец маньчжурии был бы и автономия ежемесячный минус то есть на всю игру и так понимаю да на всю страну прикольный бонус так то ну скажем приятный вот так ну да как видите снова у нас дипрепа упала и снова мы на присоединение у исуги тратим мы тратим сколько одно очко да по-моему он вообще остановлен в данный момент почему остановлен процесс я в шоке почему реально кстати неужели дипрепа настолько низко что наверное до присоединение у исуги 0 но беда полнейшая с дипрепой беда полнейшие что-то все блин я ни одной идеи на армию не брал вообще ни одной для меня это так не свойственно кошмарно и по идее может быть дипрепа плюс 2 но это такое не профильная на вассалов профильная на вассалов это конечно идея влияния вот туда туда стоит ли она того как будто бы да не знаю просто я вот присоединю этих вассалов смог интересно ли мне будет в будущем еще этим заниматься как будто бы нет и как будто бы я бы лучше взял deep идеи ради военной стоимости провинции минус 20 вот это бы я лучше взял бы что думаете не знаю но ладно на этом бы на этом бы я бы с вами серии уже закончил не добили мы японию как я ожидал не добили но посмотрите на эту корея но разве не радуется ваш голоса вот мой радуется прекрасно выглядим но плюс еще колонии на филиппин подожди мы тут мир заключили а во время во время войны нельзя дани кассе нового делать чикс все вот вот это все наши данники получается все филиппины кроме кроме вот этого черекса 1 который окружен окружен тонда ну да а так друзья подписывайтесь ставьте лайки пишите комментарии жмите на колокольчик и на это на сегодня все всем спасибо что были всем спасибо что смотрели как-то так